Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем сердце успокоится? Такое романтичное сегодня будет у нас название. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот полностью ушли вы в работу. Работа у вас осталась единственная отдушина. Вот работа, потому что иначе как-то вот в жизни у вас своего рода тупик образовался. Это может быть разный тупик, у каждого будет проигрываться по-своему, либо же это вообще тупик в жизни. Но я так подозреваю, что это из-за женщины, с которой у вас были очень такие сильные баталии, разрывы, разводы, на которую у вас до сих пор есть злость, которую вы до сих пор не можете простить. И это может быть даже взаимная злость с этой женщиной. Особенно тупик проигрывается у тех, кто очень сильно и по-настоящему любил свою бывшую даму. Вот это тупик, когда, вот знаете, состояние, вот как я буду без неё жить, как жить дальше. Когда я её любил, что она мне нужна как воздух. Когда не хочется ни есть, ни пить, ни спать. Про других женщин вообще думать не хочется. То есть у каждого это свой тупик. У кого-то будет по-другому. Может быть, у вас станет дилемма сложности какие-то по переезду. Вот как переехать. Может быть, либо квартира другая. Может, кто-то захочет город сменить. Могут проигрываться по работе тупиковые ситуации. То есть у вас своего рода сейчас не очень приятный период. С этой вот вашей дамочкой вы можете до сих пор быть на ножах. Те, кто общается с вашей бывшей. Вот вы если общаетесь, то это скорее какие-то претензии. Это упрёки. Могут быть и взаимные упрёки, и взаимные претензии. То есть я не вижу особой радости от общения с этой женщиной. Плюс у вас могут проигрываться ещё куда-то поездки. Можете поехать либо по работе, на отдых. Может быть, просто на природу кто-то захочет съездить, просто развеяться. Потому что то, что я вижу, это истощение сил. Абсолютное истощение сил. Это впахивание просто на работе. Потому что работа – это ваша своего рода отдушина сейчас. Вот работа – это то, что вас спасает. А вот ещё будет у вас спасительница. Я хочу вас обрадовать. Вот будет в вашей жизни спасительница. Вот вы мечтаете о новой любви. Да, вам плохо, но всё равно пусть сначала мысленно. Пусть хотя бы пока на уровне мыслей. Но вы мечтаете о другой женщине. Да, вам больно, да, обидно. Но ностальгия ещё у вас есть, я хочу сказать. Вот, понимаете, такая вот дилемма у вас. С одной стороны, вот вы ещё скучаете по бывшей. Вы тоскуете. Вы даже, может быть, чересчур много думаете о ней. Вы вспоминаете, как вы расставались. Как это всё было. Ну, это такой своего рода вынос мозга самому себе. Но в то же время, вот как-то есть маленький лучик надежды уже на новую любовь. Вам хочется этого. Вы уже истосковались, изголодались по новой любви. Вот вы такой человек, что вам нужно, если что-то делать, то даже вот работать, зарабатывать деньги, вам нужно это делать для кого-то. Вот вы мечтаете даже иметь женщину, допустим, новую женщину, новую семью для того, чтобы вместе быть, вместе жить. Не для того, чтобы поразвлечься, нет. Вот именно вам хочется больших чувств, большой любви вам хочется. Но, знаете, вот такое у меня ощущение, что вот такого повторения чувств, какое у вас было с вот этой излючкой, вам бы уже не хотелось. Вот вы хотите, да, больших чувств, но чтобы это было по-другому. Вот как-то по-другому, да, вы вынесли своего рода уроки из тех отношений. Вы уже будете очень осторожны, я вам скажу, вступать в новые отношения. Плюс может ещё проигрываться, что у вас такой настрой, что, ну, знаете, часто бывают мужчины, которых вот обманули, либо предали, которые разошлись, говорят, что всё, больше я никому не позволю с собой так обращаться. И вот у меня идёт такая информация, что вот вы не позволите реально, по крайней мере, вы сейчас думаете, что вы больше ни одной женщине не позволите плохо к себе относиться. Если что-то не так, вы развернётесь и уйдёте. Ну, такие мысли у вас у некоторых могут быть, да. То есть вы не будете уже сажать на шею. Но это опять же, я вам скажу, как психолог, что это ещё может быть отголоском вот этих вот ваших недавних перипетий. Особенно это касается тех, кто не так давно разошёлся. У кого ещё раны не зажили, у кого это всё ещё свежее, все чувства, эмоции, то, конечно, в вас говорит больше боли и обиды. Так, далее. Смотрим, что же будет дальше. С кем же ваше сердце успокоится. Так, деньги, деньги. Вот вы будете настолько вот в работу окунаться, так будете впахивать. У вас полно сомнений, вот опасений. Это то, что я говорила. В вашей жизни появится женщина, но это будет немного позже. Это будет женщина совершенно новая. Это будет женщина, которая, знаете, она вот своей какой-то красотой, ухоженностью может немного испугать вас поначалу. Да, она вам понравится, как мужчине. В общем-то, я думаю, некоторые из вас знают, что мужчине достаточно 8 секунд, чтобы оценить женщину. Вот вы знакомитесь, да? Ну это, опять же, я ваши любимые психологические моменты рассказываю. Я читаю все ваши комментарии, да, за что вам большое спасибо. И вам нравится вот именно такой мой подход психологический. Поэтому я вам рассказываю, что, в общем-то, это уже научно доказано, что мужчина, когда знакомится с женщиной, достаточно 8 секунд, чтобы оценить с головы до ног, ну просто просканировать женщину, насколько вот она ему привлекательна, либо нет. Конечно же, мужчина её представляет, но это мгновение ока будет. Но и те же интимные моменты. Мужчина прикидывает, да, и может даже прикидывать без одежды эту женщину. То есть сразу вот как сексуального партнёра вы воспринимаете. И это так и есть, да, вот такой тест на сексуальность какую-то. Вот подходит вам женщина или нет, и вам достаточно 8 секунд. У женщины немного по-другому это происходит. Поэтому вы вот её сканируете. И вот эту женщину, которая появится в вашей жизни, вот вы точно так просканируете, она вам понравится. Она безумно вам понравится. Она и ухоженная. Скорее, брюнетка проигрывается. Она и ухоженная. Она и статная, фигуристая, да. Мужчины вообще падкие на таких женщин, как правило. Ну, как ни крути, ну, мы любим глазами, да. И хоть и говорят, встречают по одёжке, там, провожают по уму, вот эти все дребедень, вот эта вся. Ну, как ни крути, вот если по-честному, да. Вот напишите в комментариях. Но я ведь права, да. Всё равно вы обратите внимание на красивую ухоженную женщину, а не на мозги. Вот поставь перед вами две женщины, да. Вот к примеру. Вот напишите мне сейчас ответ в комментариях. Одна будет красотка, но глупая, да. Откроет рот и от неё сбежать хочется. И вторая женщина крокодил, страшненькая, но зато умная. Ну, кого вы выберете? Ну, конечно же, вы выберете красотку, потому что первое, что делает мужчина, это интимные тесты. Мужчина принимает решение вообще только после первого интима с женщиной, насколько вот она ему нужна, либо важна. Да, это природа, это уже доказано, это не мои выдумки. Поэтому, конечно же, вот мужчины так выбирают. Смотрите, вот она вас чем-то вот испугает, то ли своей красотой, может ещё быть такая вот, знаете, вот я смотрю, и мне идёт информация, что вот такие женщины, они держатся очень так самоуверенно. Потому что, как правило, красивые женщины, они очень уверены в себе. Конечно же, они знают о своей красоте, им говорят окружающие. Поэтому они держат марку. Да, конечно, некоторые могут быть эгоистичными, но разные. Я не говорю, что все красотки — это всё, от них нужно бежать. Нет. Но вас поначалу это испугает. Вот именно, я думаю, внешность испугает. Вы будете общаться, но как-то будете присматриваться. Потому что вот эти вот ваши мужские сомнения, особенно после вашей вот этой излючки, которая у вас была, они ещё вас в какой-то период будут будоражить. Вот эти мысли, сомнения, получится, не получится, а потяну ли я её, а нужно ли мне это, а вдруг меня опять предадут и так далее. То есть вы будете поначалу сомневаться, что же будет дальше, как будут развиваться ваши отношения. Да, вот сомнение идёт, чётко идёт сомнение. И опять вы император. Ну, уже смешно просто. Причём вы очень сильно будете переживать, да, полно страха. Вот вы, знаете, вы будете поначалу как будто бы держать дистанцию от неё. Да, вы будете общаться, но это будет не те страсти, не тот романтик, который должен быть. Когда страсти кипят, бурлят между людьми, нет. Вот полно страстей, полно ваших переживаний. Даже может проигрываться, что некоторые из вас подумывать будут, может быть, и написать какое-то смс такое, ну, как бы прощальное, да, вот по типу «я тебя не потяну». Там, вот знаете, вот есть такие мужчины, которые, ну, своего рода как джентльмены поступают, они пишут женщине, если они понимают, что не потянут, там, либо ещё что-то не устраивает. Они либо же говорят, либо же пишут смс. Ну, так не очень страшно, да, если честно. По смс мужчинам проще общаться, не нужно как-то оправдываться. Ты написал и отправил, да, то вы можете написать, допустим, ну, появится желание такое у некоторых, что вот, извини, тебе нужен другой, да, вот я тебя недостоин. Ну, знаете все эти истории, когда мужчины, вот, особенно если заниженная самооценка, они могут так писать женщине, тем самым своё счастье просто так отфутболивать. Поэтому может такое быть, но лучше этого не делать. Вот я считаю, лучше вот попробовать. Откуда вы знаете, подтянете вы её или нет? Во-первых, то, что женщина красивая, это не, смотрите, вот на дне колоды у вас любовь с ней может быть, любовь-морковь, так что никаких прощальных смс. Смотрите, вот страхи, да, мужские, вот я вам рассказываю, чтобы избавиться от любого страха, нужно сделать то, что вы боитесь. Вот переступить через себя, да, это больно, это сложно, это страшно, но нужно вот через силу. Тут, конечно же, нужно усилие воли, нужно, ну, какие-то, я не знаю, ну, реально такие лидерские качества сильного мужчины, который может пересилить себя и сделать то, что боится. Поэтому, вот смотрите, вот вы встречаете, допустим, красивую женщину. Ну, сейчас я утрирую немножко, да, я просто рассказываю, может быть, кому-то из вас преградится. Вот смотрите, вы встречаете красивую женщину, да, начинаете общаться. Ну, как правило, женщины, они не будут вам всю свою подноготную рассказывать на первых свиданиях. Но если она хоть немножечко с мозгами дружит, она не будет вам рассказывать и про свои доходы, и про свои там… Да, некоторых видно сразу, что она там вся продуманная, этих, да, бывает видно. Но многие-то, они сразу не откроются на первых свиданиях. То есть вы можете сделать ошибочные выводы. Вы подумаете, что вот она такая-сякая, она красиво одевается, она ходит по салонам, я её не потяну и так далее. Но, ребят, смотрите с другой стороны. А вы же не знаете, вот поначалу, откуда она берёт деньги. А может быть, она не доедает, чтобы купить вот это красивое платье. А может, она в салон и не ходит, а пользуется какой-то дешёвой косметикой, но пользуется так умело, что она реально выглядит ухоженной. Понимаете, к чему я веду? Просто вы можете ошибаться в своих выводах. Не нужно сразу вот бросать вот этот вызов такой судьбе. Всё, я не хочу, я не буду, я не потяну её. Но, в конце концов, это удел слабых мужчин. Сильные мужчины. А вы у меня по раскладам. Вы смотрите, вы сами видите, вы из расклада в расклад у меня выпадаете императором. То есть император — это сильный мужчина, который не должен сдаваться никогда и ни перед кем. Вы должны попробовать. Ну, не получится. Хорошо, до свидания. Тогда, по крайней мере, будет не обидно, да. Вот будет ощущение, что ну да, но не получилось, да. Ну, по крайней мере, я попытался, я постарался. Вы будете даже в своих глазах, вот вы будете на высоте. Ну, не получилось с этой. Ну, получится с другой. Ну, ёлки-палки. Ну, честное слово. Женщин миллион вокруг. Поэтому не нужно этого пугаться. Так. То есть у вас могут такие вот поначалу очень такие мысли возникнуть. Ну, это вот, смотрите, даже дальше раскладывать не буду. Во-первых, и на дне колоды у нас была любовь, да. Вот если вы себя правильно поведёте с этой женщиной, да, у вас, это реально даётся вот судьбоносный шанс. Вот эта дама, это судьбоносный шанс начать жизнь с чистого листа. Реально, это будет переворот в вашей жизни. Это реально будет человек. Вот всё-таки сейчас посмотрю, не удержусь. Да, вот видите, вот выпадает. Вы очень боитесь, вот боитесь обмана, да. Вот у вас выпала семейная карта. Вы будете какой-то период сомневаться, бояться, там, ломаться. Ну, то есть у всех будет по-разному. Сдерживать себя будете, может быть, не так часто общаться. Но всё-таки судьба повернёт так, что вы будете с этой женщиной. Вот вы всё-таки добьётесь её, добьётесь, и это будет ваш реально шанс на вашу счастливую личную жизнь. Это будет шанс создать новую семью. Но главное — отбросить все вот эти страхи. Понятно, они очень постепенно уйдут. Очень-очень постепенно. Поэтому, ребята, смотрите, у вас новая судьбоносная женщина, которая поначалу вас очень-очень так может испугает, либо напряжёт вот именно своей красотой какой-то, внешностью, да, статностью такой. Но вот я вам объяснила, вот этот человек, который очень-очень серьёзный, большой шанс свыше на ваше счастье, с ней реально может успокоиться ваше сердце, и вот семейная жизнь, даже дети могут проигрываться. Поэтому не нужно бояться. Вот постоянно вот, что вы опираетесь, вы как-то обдумываете всё. Но вот вы в результате, вы победителем выходите. Ну как ни крути, да? Вот полно карт, которые говорят, что вот на дне колоды. Вот вы выбираете, вы сомневаетесь, вы обдумываете. Но в итоге всё равно, вот семья, вот шанс ваш, вот женщина, победа, победа, вы всё равно, вы её добьётесь. Вы, я думаю, всё-таки пересилите её, вернее, пересилите свои страхи и завоюете её. И тем самым это перевернёт полностью вашу жизнь, это перевернёт ваше сознание. Причём вот вы реально станете вот, ну да, вы станете вот мужиком, более жёстким таким мужиком станете, когда всё вы вот это провернёте, все вот эти дела, которые я вам говорила. Вы станете, ну как бы лидером, да, лидером в отношениях, лидером в семье. И вообще даже, может быть, в чём-то более жёстким. Ну как бы на защиту своей женщины и семьи станете. Поэтому у вас очень такая неплохая дама впереди ждёт. Главное, правильно всё сделать. Не нужно бояться, не нужно сомневаться и опасаться. И тогда всё будет хорошо. И реально ваше сердце успокоится, но уже совершенно с другой женщиной. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!